Сладиться Время нет А потом писать романы Про любовь и про себя Чтоб читая понимали Жизнь прекрасна, лишь любя Нам было хорошо, и мы любили А все, что пережили Делили на двоих Слетали, подали Но слез не лили Друга не винили Учились на своих Привет всем, вы смотрите нас А это значит пришло время открывать пароли Инь-Янь на канале АйТиВи Вместе с Екатериной Корочковской И Иваном Акуловым А сегодня у нас в гостях яркая и талантливая девушка Которая обладает Магическим воздействием на свою публику Это все, Кармелочка, тебе привет Спасибо, здравствуйте Привет Привет Мы очень рады видеть тебя у нас в гостях Очень приятно Настоящий мужчина Катюш Да, да Стараемся Это правда Красота Атмосфера супер Как настроение сегодня у тебя хорошее? Прекрасно Прекрасно Атмосфера, смотрите, какая солнечная Хотя зима уже Да, но У нас Уже наступила зима У нас внутри лето Да, это правда Солнечко в сердцах Мой первый вопрос связан вот с таким твоим радужным настроением Ты всегда улыбаешься, всегда заряжаешь позитивом окружающих Спасибо А вот скажи, это у тебя как бы твое состояние постоянно естественное Или все-таки немножечко ты выбрала для себя, знаешь, такую роль для публики Позитивной, яркой, активной Ну, то, что вот ты правильно заметила, то, что да, для публики я выхожу уже на старте, я сконцентрирована А то, что вот я вас встретила и у меня вот этот позитив, он прям, грубо говоря, попер Это от вас исходит, потому что люди, когда доброжелательные, хорошие, с позитивом И я отвечаю тем же солнышком И вот так же у меня идет, как вот прям река льется добра и любви К тем, которым меня встречают прям с открытой душой, я это чувствую Ну, когда вот эти рамки, они идут, я стараюсь быть тактичной, но все равно улыбка, но она чуть другая То есть все-таки есть жизнь и есть какой-то такой сценический немножко образ Да, и это отходит от людей, на самом деле Все зависит от публики, от аудитории Тем более я тебя уже знаю, Катюша, уже... Да, уже давно, уже можно сказать, что давно Есть много моментов приятного, а молодой человек, я его по телевизору и всегда вот наблюдала И с таким уважением, и я вижу, что эстетика и этика и... Ну, все, все просто Тогда сразу от меня Алла Верды, как говорится, вы говорили о зиме и говорили о солнышке Вот у нас сегодня в студии к нам само солнышко и пришло Ох, да, это сто процентов Спасибо Да, Кармалочка, расскажи о своем детстве, какие вот самые яркие воспоминания? Начиная с детства? Да, конечно, это интересно всем Мое самое любимое, и, по-моему, в 12 лет я не хотела уже быть ребенком Я помню вот этот момент, а так-то у меня... С детства до 12? До 12, да, я вот помню себя, некоторые даже удивляются, но я помню себя в садике, я помню себя на санках каталась, когда дедушка меня с садика забирал Когда он меня на тракторе возил в школу, хотя я кишиневская, но он был бригадиром, и у него был трактор свой, и он меня возил И мне было прикольно, приятно, он даже на свадьбах играл на этих тобе, на барабанах На ударных, он меня брал с собой с малых лет, да То есть, дедушка тебя привезла к музыке, к национальной музыке? Я недавно даже вспоминала, говорю, боже, откуда вот я сейчас уже более национально обращаю внимание На мотивы такие, да, национальные, которые прослеживаются, да, у тебя в творчестве Да, я вспомнила дедушку, виноградник свой, я очень скучала, когда я потеряла своих родных, я, конечно, много раз, даже до сих пор и в песнях, и в своем вот таком амплуае, вот закрываю глаза и ухожу иногда в детство Значит, оно было счастливым Очень счастливым, дедушка, бабушка, мама Ну, папа у нас появлялся, уходил, он у меня с Украины, да, ему Бог здоровья, он у меня есть Но я его редко видела, я всегда скучала и всегда говорила маме, но когда я выйду замуж, он обязательно появится Так и произошло, да? Ну, в принципе, где-то так, ну, чуть позднее появился Кармела, а насколько ты критично относишься сама к себе? Критично? Я очень критично к себе, иногда хочется больше результатов, но то, что я иногда вот на данный момент, на этот год я вижу, я довольна пока своими результатами Но хотелось бы, конечно, вернуть время вспять и что-то поменять А вот если что-то хотелось изменить, то что это было? Ну, естественно, молодость Молодость, года студенческие А почему? Поменять? Мудрость, потому что мудрость появляется с годами То есть хочется с этими мозгами вернуться А там наивность, да, а там красота и наивность, и с мозгами, и пошла, пошла такая Ну, так-то классно, не, ну, все равно Ну, я думаю, в районе ты о чем-то говоришь Я вроде так-то сохранилась, вроде, как бы, более-менее Более чем Сегодня очень модно говорить о здоровом образе жизни Вот расскажи, что значит для тебя вот эти три заветные буквы ЗОЖ И придерживаешься ли ты такого образа жизни И если придерживаешься, то что делаешь? Я за то, что придерживаться нужно изначально, ну, в малых, с малого, да Когда нам еще там по 16, по 18, еще как-то вот спорт С молодого возраста С молодого возраста, да А когда уже кому за 30, надо уже прислушиваться чуть-чуть внутренней меры Ну, где-то и можно покушать, и себе позволить И не очень жирное, когда мы в 16 могли это есть, тем более для жертвого рода И спорт более, там, филатес, что такое, что-то легкое для нас, для женщин Давай в твой рацион, ты пишешь, что ты любишь Я не знаю, я пробовала, там, и железки, и все, но это не мое Нет, мое, ну, это кому что подходит? То, что я превращалась в такую спортсменку, прям, ну, грубо, накачанную Мне это не подходило, ну, более мне надо, ну, как, растягивать, да? Да, 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 то есть какие-то йога, да, филатес И спокойно, и... Что у тебя в холодильнике? Кушать более уже нежирное, мясо не есть много, иногда можно Потому что железо нужно Так, то есть мясо, много в холодильнике, рыба есть, так Рыба всегда, так Овощи, фрукты Так И когда у меня съемки, вот, например, для вас я готовилась, я смузи пью Ага, ага Перед съемкой только смузи, да? Ага Ну, я вот прочитала у Софии Ротару, что вот она пьет смузи И куриный вот просто супчик без мяса, вот эту замочку Бульончик Бульончик, да Ну, то есть ты следишь, но не заморачиваешься, да, особо? И апельсиновый фрукт Сок, ага, фреш Фреш, да Ага, ага, то есть ты, в принципе, придерживаешься здорового образа жизни, да? Да Уже когда съемки, да Уж раньше Хороший ответ Я придерживаюсь, когда съемки А съемки часто Я уже понимаю, что надо как-то уже, да Ну, хорошо Готовиться к... люди хотят видеть красоту И... я не знаю, я уже несу ответственность Раньше мы как-то за этим не наблюдали, не смотрели у нас своя жизнь И мы за этим не... а когда уже мы стоим перед кем-то, у нас уже ответственность Задумываешься что? Начинаешь задумываться Что съесть? И от чего можно отказаться? Потому что ела все и всякое, а потом смотришь в зеркало, боже мой, нельзя уже, надо себя брать в руки Ну и у меня и по родству, по телосложению, по своим родственникам Я сама такая крупненькая и держу себя в рамках, конечно И рекомендую девочкам, которые более, ну, крупненькие, как говорится Кому не так просто дается Ей без комплексов, потому что комплексы они тоже убивают Нельзя комплексовать Ну, я тоже считаю, что нужно работать, если есть какие-то моменты над собой Но все-таки принимать и любить себя Абсолютно Таким, какой ты есть, это самое главное Конечно, конечно Да, спасибо Я открыто говорю, как есть Когда бывают вот у тебя моменты, вот когда ты в плохом настроении Расскажи, что это может... Ну, это когда у меня что-то раздражает А что тебя раздражает? Что-то или раздражает, или что-то вот... Вот последнее, давай вспомни, что тебя прям аж вывело из себя И вот испортило настроение Только правду говорим, что ты забыла, значит, вспомнила Уже я вижу по лицу, что ты уже вспомнила Ну, по лицу, да, потому что я все на лицо всегда И актерское мастерство никуда не уходит Нас же учили, система Станиславского как есть, так натурально Верю Верю, не верю Вот расскажи, что у тебя Ну, вот когда подвохи какие-то вот... Мы открытые артисты вообще по себе люди И мы очень открываемся, мы очень начинаем доверять Открыто разговариваем Нам нравится... Мы думаем, что все люди хороши И все... Доверчивые, доверчивые Такой же человек стоит перед тобой, как и ты Как бы воспитанный Без задних мыслей Так, и что произошло? И когда вот ты просто... Кто-то тебя подвел или что? В ступоре Ну, бывают такие моменты Конечно, мы живые люди Мы через это проходим Мы набиваем себе сами эти шишки И потом это... Что еще может вывести тебя из равновесия Вот... Вывести? Когда ты можешь пребывать в таком настроении Я могу в жизни быть одним человеком А то, что я вот связана с мусоркой, со сценой У меня там абсолютно все должно быть идеально Ну, не прямо идеально, идеально Ну, какие-то моменты Они должны технически быть Если их нет, то у меня это начинает раздражать Я никого перед собой не вижу Я говорю строго И вот это должно быть так, так, так То, что это у меня вот... Оно если так не пойдет и не будет Я не могу выстраивать свои моменты Вот это может меня расстроить сильно Люди меня иногда там расстраиваются, боятся Она строгая там вот в этом Но я в этот момент вижу, что кто-то меня не выдерживает Я подхожу и извиняюсь То есть... Извините, вот в этот момент не надо было Вот недавно вот были съемки для Нового года Мы готовились Так как я знаю свое телосложение Знаю, как я выгляжу и что и как Я инвестирую в свой проект Я одела, вот могу рассказать случаи Я одела, купила пальто И у меня снизу платье Мне говорят, в Молдавии в пальто не выходят на сцену Я видела российские звезды, я видела другие Ну, как бы выступают Я ориентируюсь больше и смотрю Вдохновляюсь Да, да, да Я оделась и я знаю, что мне так классно Мне просто... Меня разделили Разделили? Ну, разделили в том, что это не полностью Да, да Я говорю, у меня там танцоры Все, ребята, все Я говорю, сделайте мне фото вот так Мне говорят, мне так идеально Лучше Чем я себя представляла У меня сфотографией Я начала кричать Ага Теперь ты уже открываешь Ты можешь кричать Не, ну я кричать Кто это мне сейчас подсказал Тем более я доверяла этому человеку Я говорю, подойди, пожалуйста Ты мне скажи, почему ты именно вот так меня видела Если бы я так вышла, мне это не понравилось Говорю, ты бы была виновата Я не скрывала И я вот как-то так Но ты отстояла Польтой в итоге выйдет номер польтой Я вышла Мне было так комфорта Если о личной жизни говорить Да Ты веришь в отношения на всю жизнь? Ну, я верила Когда была У меня было 18 лет Я верила На самом деле Когда вот человек влюбляется Первая любовь Да, вот Вот тогда да Я прям верила И я знала Я была уверена И мне прям Вот моя бабушка То, что это был мой эталон Она говорила Вот это твоя судьба Просто ты ее упустила Ну да, я верю в то, что могут быть отношения на всю жизнь Да Я верю Ну, у меня нет вот того, что я хотела тогда в 18 На данный момент Ну, то, что я пропустила Так, ну у тебя есть муж Поэтому А сейчас Ну, на данный момент, да У меня все хорошо Я в браке У меня все отлично У меня Слава Богу Все на своих местах Только вот детей нет Ну, у нас Бог Все еще впереди Все впереди, да А вот Сколько у тебя в жизни было отношений Вот так вот Навскидку Про которые вот ты можешь сказать Что это были такие прямо вот Яркие То, что влюбляешься или Нет, нет, именно отношения Вот любовь Отношения серьезные Да, серьезные, конечно Мы только про серьезные Я не знаю Только вы меня взяли Интересно Ну, знаешь, как говорят, что на разных этапах жизни, да Любят люди по-разному Ну, да И поэтому вот сколько раз ты любила, если можно переформулировать вопрос Ну, у меня был несчастливый У меня был несчастливый брак У меня был Это мой второй брак уже, как бы, получается, в жизни своей Ага И у меня, так как ушли из жизни родители Я была одинока где-то лет двенадцать Меня выдали замуж в восемнадцать В восемнадцать, да? Мне было девятнадцать Да, мне было девятнадцать Девятнадцать Меня выдали просто Мне сказали надо У меня сосватали, да? У меня сосватали Какой этих у цыганов 18 лет Так Он тебе не нравился, да? Совсем? Меня выдали Ну, это был какой-то фиктивный брак Ага Он длился Это первое вот интервью в моей жизни, где я говорю правду Это так и есть А это очень приятно, что ты у нас говоришь первый раз Правда Интервью Я могу вам говорить открыто, потому что Да, ты можешь Вы расположены ко мне как друзья Были бы другие люди, я бы это не говорила И никогда старалась не говорить Ну, так как были вот эти девяностые годы И годы, да Вот этот развал И у родителей были проблемы с работой, со всеми Вот они открывали там фирмы, открывали какие-то магазины, не знаю, бизнесы Я была молоденькая, только поступила в университет И мне сказали Надо выходить замуж, да? Надо, да, потому что там деньги, там богатство И вот про меня потом А, он был богатый, да? Да, и про меня потом было впечатление, что вот девочка за деньги, ну, выдали ее Я это не понимала, потому что меня бабушка выросла и воспитала с душой И почему я вам говорю 18 лет я влюбилась в нормального парня, спокойного Ага, за которого замуж не пришла Сколько лет? Почти 10 лет Почти 10 лет? Почти И развод был очень, очень страшный Тяжелый Тяжелый И с проблемами С огромными С огромными Потому что, потом я уехала После трагедии своих родных Я уехала, исчезла, меня не было Потому что я не выдерживала уже Я преподавала в школе здесь Вот есть у нас на ботанике Елена Листар Меня директриса знала очень хорошо Я в суд, в школу, в суд, в школу Потому что я судилась с своим бывшим мужем И я судилась с тем, что у меня были, ну, то, что осталось от родителей С родственниками У меня был тяжелейший период в жизни Мне было не до любви Мне было не до отношений Ничего не Я не понимала Я не доверяла Потом, когда я, на самом деле, уже оказалась в России В Москве Я была и в Санкт-Петербурге Я жила и на севере России Я видела, как люди там могут подать руку помощи даже чужому человеку Я закрывала глаза, я не хотела возвращаться в Молдавию Из-за того, что вот этот шлейф у меня был Меня предали мои Меня предал мой как бы муж Получается И вот у меня, вот мой второй законный муж Получается, у меня 4 года И то я его не подпускала Рома Я не подпускала Он долго за тобой ухаживал? Прежде чем Ну, да Жениться на цепи Спал в машине, ждал меня Надо же Я его сильно, конечно, это мучила Я сама не понимала, что Почему Он видел, что с этой женщиной, девушкой Что-то творится У нее какая-то трагедия Но она не хочет открывать Она не хочет И он меня по косточке Он меня Вот так вот взял Знаете, когда маленького ребенка И вот потихонечку, потихонечку Он Приручил, можно сказать К себе Да, я прямо рыдала Я все рассказывала И я даже думала Боже, зачем я ему это все рассказываю И на самом деле, на данный момент Ромочка является для меня Бог есть на небе и Бог на земле Это Рома Слава Богу, что Я говорю Все заканчивается хэппи Дай ему Бог здоровья и терпения И в этой истории тоже То, что сейчас Вот эти, да Вот этот был черный Мужчина в моей жизни А этот мой белый Светлый Как я вот сижу у вас здесь И не я И не я Прям вот На этой ноте Такой позитивной в итоге Мы переходим к вопросам, которые мы с Ваней подготовили для тебя От наших зрителей И от твоих поклонников в социальных сетях Первый вопрос Вы когда-то были не искренне с мужчинами Притворялись? Я так сразу А? Да Было дело Думаю, когда вот Заказывали песню Я же в ресторане работала Да Мне надо было как-то подыграть Он же чуть выпивший Мне же надо быть доброй Ну, подыгрывала, конечно Потому что Ну, я хочу вот эту песню, эту, эту Он может сломать мне компьютер Он может там жаловаться Ну, вот такие моменты были А я так улыбаюсь Ой, вы так Сегодня прям вот У вас день рождения У вас такой панкет Мужчина Ну, ведите себя порядочно И он как-то растаял передо мной А я-то А я в себе знаю Что у него в голове абсолютно Какая-то агрессия Или он что-то хочет И прям Мы могли тебя схватить Или Были такие моменты Бывает Но они вот Могут себе позволить И я вот подыгрывала И всегда Все было хорошо Сглаживала в углы Да Второй вопрос от Почитателя вашего творчества Как часто вы встречаетесь с хейтерством? С хейтерством? С хейтерством? Имеете в виду, что что-то плохое? Тут, видимо, телезритель имеет в виду с людьми, которые Недоброжелатели Недоброжелатели Я поняла Какие-то комментарии отпускают в наши стороны Но плохие В данный момент я не вижу много негатива Да, есть моменты Но даже я вот заметила Мои коллеги по сцене Мне говорили, что у тебя на странице мало вот этого А у нас больше Ну, вопрос в том, как Говорят Как относитесь к этому? А Спрашивает наш телезритель Вот то, что я по интернету То, что да Инстаграмы, фейсбук Да, вот эти социальные сети Да, да, да В том числе, конечно Если критика на самом деле здоровая, то хорошо Если прям вот чувствуется Что просто от зависти ты проходишь мимо Можно и мимо, можно даже заблокировать Да Третий вопрос От телезрителя Кроме сцены Часто носите туфли на кабунках? Раньше, да В каждый день ходила Прям и повседневные Это было для меня нормальное Как будто Но сейчас больше Для сцены, для работы На сцене Да Следующий вопрос Есть ли люди, перед которыми Вам есть за что извиняться? Ой, боже мой Я думаю, у всех есть Уважаемый телезритель Уже Кармала нам раньше говорила Что если происходит что-то плохое Она всегда готова извинится Да, я вот даже могу сейчас В вашей передаче Сказать слова извинения Если я кого-то когда-нибудь обидела Или посмотрела Может как-то не так Вот так Я всех люблю Уважаю Даже своих врагов Но у меня их не так много Ну Все равно Где-то, может быть Остались В прошлом Ну да Дай Бог Сейчас Было меньше И больше В прошлом И еще один вопрос Было ли в твоей жизни Событие Которое разделило жизнь На до и после Это вопрос с фейсбука Вопрос с фейсбука Да Было ли событие в жизни Которое разделило жизнь На до и после Событие Событие Ну мы все взрослеем Меняемся Событие То что я уехала С родного города И повзрослела Это из Кишинева Москвы Да И повзрослела Стала абсолютно Другим человеком С другими видами Да В душе я осталась Та же молдаваночка Наша смугляночка Любимая Когда я приезжаю Это же наше Все родное Наш воздух Наш виноградник Наши люди Конечно И я растворяюсь Конечно У нас И приобретаю Вот В мире искусства Больше друзей Людей Меня это вдохновляет У нас Я здесь Делаю себе имя Я еду туда В Россию Благодаря Молдове И естественно Вот Да Спасибо Что вот Я уехав Уехав Возобновилась А здесь уже Цвету уже У себя дома Спасибо Приятно Ну что Мы закончили с вопросами От Зрителей И тех Кто пишет в интернете В социальных сетях Да Готово Мы переходим к нашему Следующему блоку Окей Да Это Блиц опрос Мы подготовили для тебя Вопросы Если захочешь Можешь отвечать Более развернуто На какие-то А если нет Можно просто так Да Быстренько Поблицу Пройтись Да Кармалочка Мы тебе вручаем Да Нет Наши таблички Ты должна будешь Поднимать В зависимости от того Как тебе удобней В правой да или влево Нет Уже смотри сама Окей Да Будет вправо Все Да В правой нет Влево Ага Хорошо Первый вопрос Ты боишься одиночества Да Ты когда-нибудь Разбивала кому-нибудь Сердце Ну говорят Что да А Говорят Я не знаю Сначала хотела нет Но потом все-таки да Говорят Говорят Не знаю Тебя легко обидеть? Нет Когда на тебя кричат Ты отвечаешь тем же? Нет Улыбкой Хорошее качество Врач Огорчились бы вы Если бы долго Не могли видеться Со своими друзьями? Может быть да 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 Можешь ли ты сказать Что ты уверенный в себе человек? Да На сегодняшний день Да Любишь ли ты подшутить Над другими? Иногда Так Пошалить Легко ли тебя задевает критика Твоих недостатков Или твоей работы? Нет Нелегко У меня свое есть мнение О себе Прекрасный блиц По моему Прекрасный блиц Да Спасибо Спасибо А мы едем дальше Если будешь рядом Или вдруг уйдешь Мое сердце вряд ли Примет боль и ложь Биться я не стану Чтобы вместе быть Но не перестану Впредь тебя любить Никогда Мечтать не перестану Никогда Насильно Насильно Звать не стану Ведь любовь Не может жить в плену И за это Я ее ценю Любовь Ведь любовь Не может жить в плену И за это Я любовь люблю Ну что Мы переходим К самой нашей Любимой части Это испытание Кармелочка Для тебя Которое Сегодня Тебе придется пройти Хочешь ты этого Или не хочешь Куда я денусь Да Первое испытание У меня есть такой волшебный мешочек Значит Наша задача За минуту Успеть как можно Больше слов Объяснить В конце Мы подсчитываем результат У кого больше Значит так Слов Тот и выиграл Я буду следить за временем Таймер у меня Так что все по-честному Включаем Выключаем Ну что Готовы? Минута пошла Поехали Старт Мы не смотрим Нет Мы не смотрим Да Так И ты нам не говори слова Летит Самолет Птица Человек С мультфильма Карлсон Есть Дальше Дальше Доставай Еще 25 секунд Ничего Горькое Перец Шоколад горький Овощ Объяснить Она зеленого цвета Ну она Оно Зеленого цвета И Стащается Летом Перчит Ой Крапива Да Да Дальше Какой Ваня молодец Отгадываешь Встречается Летом Так Девять секунд И Можно выходить На свежий воздух И Все Минута прошла Стоп Ладно Может быть во втором круге ты реабилитируешься Значит Это Давай в сторону У тебя пока что два Выигрыша Все Нет Дальше я Дальше я Так Поехали Старт Старт Да это на самом деле сложнее чем мы думали Это Геометрическая форма Похожая на треугольник Но объемная Так на треугольник Но объемная Объемная Три стороны у нее У нее три стороны Есть в Египте В Египте правильно Перамели Дальше Так Похожу я это не отгадываю Друзья Так в небе горит днем ярко Солнце Да Дальше Ура Дальше Ура Так то что бывает То что бывает во время войны Громкая Громкая Бомба Вот что с ней происходит Взорвалась Взрыв Правильно Дальше Так 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 Есть Еще есть время Мне еще время О господи боже мой Едет по городу И вот так мешает бетон Бетон мешал Да Имею право Объясните так Так Значит это можно сказать Показать и так А можно и нарезать салат Салат капуста Правильно Что мне еще там Все Так Прикольно Что теперь я Ну что давай Я сумел Четыре Давай теперь Ты нажимай война Да Побей мой этот самый Результат Так Я вам не показываю Не смотрите Минута пошла Так Так Можно его Засунуть в рот Все что угодно можно засунуть в рот Правильно Леденец О супер Следующий Следующий Так Ага На нем можно распечатывать кое-что Твинтер Да Супер молодец Следующий Следующий Блин тут надо еще достать быстро Давай я подержу тебя Ага это то что мы на ноги надеваем Носки Обувь Сапоги Какая обувь Какая обувь Красовки Красовки Так Красовки Так следующее быстро быстро Так Она летает Она летает Красивая Яркая Бабочка Бабочка Молодец Супер Еще время Давай Ты бьешь мой рекорд Давай Ох я не знаю Это Животное Красивое Большое Медеть Нет Зерблюд Нет Слон Нет Больше собаки Издай звук Лев А я не могу Минута прошла Давай мы тебе даем шанс Ладно Минута прошла Но это был бегемот Ну что второе испытание для тебя которое мы подготовили И ты должна будешь в нем прочесть известнейшее всем стихотворение с разной интонацией Не стесняйся Показывай на все сто процентов свои актерские таланты Хорошо Ну что поехали Начинай Булка моря дуб зеленый Золотая цепь над дубит он Днем и ночью кот зеленый Плачешь Уходит по цепи и кругом Идет направо петь заводит Налево сказку смеешься Там чудеса там леший бродит Русалка на ветвях сидит Тебе страшно Там на неведомом дорожках следы неведомых зерей Ты удивлена Избушка там на курьих ножках стоит без окон без дверей Тебе холодно Там Если Веденный Полный Там Озарей Прихлынут Ты в гневе Ты злая Она Брег Бесчаный Пустой Тридцать Витя 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 В любом случае Молодец Ты не умеешь быть злой Видишь как все таки так Не можешь Но Молодец То есть ты справилась с нашим испытанием И мы едем дальше Вань ты веришь в гадание? Слушай Хотел тебе сказать сразу что нет Но сейчас случайно вытянул пиковую даму Уже боюсь если честно Действительно Семерка черви Это хорошо Семерка Это всегда хорошо Ну в гадание я конечно не верю Но нашей сегодняшней героине предстоит такое испытание Мы с Катей подготовили для нее и полную импровизацию То есть мы с Катей знаем что будет происходить Знаем где расставлять ловушечки А Кармела ничего абсолютно не знает Кого она будет играть Куда она попала В общем полнейшая импровизация Так как Кармела по образованию у нас актриса Вот и она проявит свое актерское мастерство Образ в предлагаемых обстоятельствах И возможно что после этого испытания Ваня поверит все-таки в гадание на картах Ну что поехали? Поехали! Спасибо вам большое Я так благодарна Все что вы мне нагадали вот на этих картах Две недели назад Ну все сбылось Ну прям вот от первого слова до последнего Все-все-все сбылось Прям все-все-все сбылось Абсолютно Прям вот как Как вы Я даже записала на диктофон И потом прослушивала Абсолютно совпало все Да вы что Поэтому сегодня Как мы и договаривались Я перечисляю вам деньги на карту И вернусь через две недели Спасибо Значит вы довольны результатом Я довольна Спасибо большое Карты не врут Добрый вечер Я вот в первый Добрый вечер Ну почти в первый раз к вам Ну вы от кого? Мне посоветовала вот Ну Дульсинея Посоветовала к вам Ну Дульсинея Да, да Знакомая Хорошая Да, я хотел бы узнать Вот Что меня ждет Впереди Что в будущем меня ждет А вы не переживайте Так у вас все хорошо Все будет прекрасно Все Вы просто в таком Сейчас В темном каком-то В чем? В темном Ну вот В таком вот темном В таком Человек темный Рядом с вами Ну вы должны от него сейчас отойти Должен отойти Хорошо Дульсинея Она как-то да Дульсинея? Влияет на вас Да нет, она вас посоветовала А, ну понятно Ну я просто говорю Вы будьте внимательны Ладно, тогда у меня к вам Вот вопрос такой Вы Как вы думаете Какая у меня будет жена? А вот с этим вопросом Да Вот это очень важно для меня Какая? Вы были женаты Был А какая будет? Ну, естественно Блондинка Блондинка Красивая? Да, ну Старше вас Ну очень красивая Красивая Старше вас Хорошо, а теперь скажите мне Почему вы мне год назад Год назад мне говорили то же самое Что у меня будет красивая жена И вот на ком я Женился Вот на ком Вот на ком я женился Конечно А вы мне говорили Будет красивая жена На ком я женился На ком я женился Так вы ее вот превратили Вот в эту женщину Нет, я уже на такой женился А вы уже женился Да А вы вообще гадалка? А после пластики или как? Ну, можете себе представить Вы гадалка вообще? Ну, я астролог Вы экстрасенс? Да, у меня все А почему тогда в подъезде написано Большими буквами Не верь шарлатанке с третьего этажа Почему? Ну, вот написано в подъезде у вас Ну, все клиенты довольны Вот девочка была недавно у меня Она довольна Ушла все перечислила То есть это злые соседи, да? Можете узнать А в лифте почему написано Гадалка боится полицейских Сразу вызывай полицию Никого мы не боимся Они сами к нам приходят Гадалки Полицейские? Да Ладно Хорошо, Роза Прошла ты испытание наше Будешь работать на нас На нашу контору Поаккуратней дури клиентов А что дури? Деньги пополам Что дури? Сейчас ты справилась с испытанием Все, давай Боссу передам привет от тебя Давай тут Работай Ваня, телефонный звонок Как мы любим, правда? Обожаем Обожаем Просто мы так кровожадно говорим О том, что мы обожаем эту нашу рубрику Почему? Потому что сейчас тебе, Кармелочка Нужно будет выбрать человека Которого ты будешь набирать и разыгрывать Ты уже приготовилась на готове телефон, да? Вот мы тебе объясним Ваня расскажет, что нужно будет делать И ты скажешь кому из записной книжки А ты будешь звонить Выбираешь любого друга или подругу И говоришь, что у тебя скоро выйдет новый клип И ты должна в этом клипе набрать 10 кг веса Но и подругу ты хочешь задействовать в этом клипе И должна подруга тоже набрать 10 кг за месяц Это единственное условие, на которые согласен Вот режиссер видит вот так вот этот клип А рядом с вами будут два зажигательных каких-то парнишки Можешь там обострить как-то обстоятельства Например, афроамериканцы Которые будут такие горячие, знойные парни И вот как к этому отнесется ее, например Избранник, да? Но ты будешь все-таки... Это будет подруга или друг? Это будет подруга, да? Все Значит, к кому будешь звонить? Ты выбрала? Наша известная певица Ляна Прадо Ага, Лиляна Отличный выбор Пожалуйста Она, в общем, моя близкая И я думаю, она меня поймет Алло Ляночка, добрый вечер Я с тобой на русском могу говорить? Тебе будет удобно? Ляночка, у меня к тебе такой момент Смотри Смотри Тут такое предложение Что вот есть проект Приехал продюсер с Москвы И говорят, что надо сняться в клипе Я и ты Вот мы две подруги с тобой, да? Ну ты представь себе Ты представляешь Ты же у меня фантазерка Да Представь себе Вот мы с тобой вдвоем пошли на кастинг Прошли И он нам говорит Поправиться тебе на 10 килограмм в течение месяца И мне на 10 килограмм в течение месяца Ну там Заключается контракт Если мы согласны И гонорар, естественно, очень такой Хороший Да 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 Ну, например, если ты будешь согласна Смотри дальше И мы снимаемся Все А песня, естественно, на готове Она на русском языке Видеоклип шикарный Где-то на Лазурном береге Это снимается все в Молдавии В студии Все вот это Вот И два негра Полуголых И как ты на это смотришь? твой дарю не будет против и мы с тобой на 10 килограмм полники такие и контракт хороший в купальник я знала что меня поддержишь ну что ты согласна идти с твоей подругой в бой я так поняла мускулы мускулы тебя не раздражают вот эти недры мускулистые пусть стоят что пусть танцуют ну и все тогда мы тебя ждем на кастинг ты уже прошла все люблю целую да тебе привет тебе привет от нас от всех от наших друзей здравствуйте вы в программе по роли я добрый вечер ли она добрый вечер мы очень рады что вы согласны на афроамериканцев и поправиться и в купальнике вот мы всегда думали с вами что вы смелая женщина и сегодня вы это подтвердили да это екатерина карачковская иван акулов да иван акулов и екатерина карачковская вас разыграла ваша подруга в передаче по роли и я не на телеканале ай-тв спасибо вам большое главное ты на нас не обиделась и вам до свидания да все до ну что у тебя очень смелые подруги которые готовы на все ради тебя это прекрасно да баня убедилась благодаря вашу передачу что она на самом деле вот видишь не зря пришла к нам сегодня да ну что спасибо что ты пришла к нам в гости сегодня рассказала много интересного убедилась в дружбе показала свои актерские данные нет все было отлично я уверена не только нам понравилось но и зрителям всем тоже понравится этот вы спасибо за позитив за талант и за вот этот сияние солнце и удачи тебе творческих успехов ждем новых клипов и и и и и и и